Персона онлайн И что в нашей студии находится наш, можно сказать, идейный вдохновитель, автор программы Владимир Владимирович Бортко Но в связи с тем, что он отсутствует, мы решили немного изменить наш формат И программу «Начинаю, открываю я» Моя фамилия Ющенко Александр, депутат Государственной Думы И мы попытаемся обсудить наши горячие новости с гостем нашей студии Но перед этим я хотел сказать, что сегодня наступает последний, заключительный этап политического этапа Завершение важного политического этапа И 4 марта предстоит сделать выбор, от которого зависит судьба нашей страны Русский старт своей предвыборной кампании Геннадий Андреевич начал со своей родины, Орловщины И что символично завершает эту кампанию в исконно русском городе Владимире Из которого шагнула русская государственность И сегодня он провел этот день во Владимире Я вот только что успел вернуться И вот как раз нахожусь в этой студии И мы начинаем нашу программу Сегодня мы построим нашу беседу, разговор с интереснейшим гостем Который заслужил огромную популярность во время этой выборной кампании Хотя он и так очень известный человек Я хочу представить Юрий Юрьевич Болдырев Экономист, публицист, доверенное лицо Геннадия Андреевича Зюганова И мы в прошлый раз анонсировали его выступление в этой программе И мы получили очень много вопросов от вас, людей, которые следят за нашей программой Я хотел представить Юрия Юрьевича у нас в студии Добрый день, Юрий Юрьевич Здравствуйте Ну вы, с учетом того, что за последнее время вы много выступали как доверенное лицо И на программах, телевидении и радио И вы, так уж знаете, получили огромную популярность Вы должны это знать, потому что даже вот я знаю, что многие программы, которые вы проводили Отклики интересные и большие, но мы пытались найти в интернете И они почему-то куда-то пропадают То есть это, наверное, говорит о том, что существует цензура Вы сразу с места в карьер Ну, я просто это видел, и это живое Я правильно понимаю, что у нас интернет-вещание И, соответственно, основная аудитория молодые люди, которые ходят по интернету У нас интернет-вещание, даже более, я скажу, небольшую предысторию Это четвертая программа вот этого цикла наших, так называемых, персона онлайн Программа выходит в прямом эфире И, естественно, мы завоевываем аудиторию Мы хотим, естественно, поднять аудиторию И наша аудитория, это молодые люди, которые вечером сейчас пришли Сели в интернет, включили, наверное, нашу программу И вот они участвуют в этом Потому что у того, о чем вы спросили, два аспекта Первый аспект Вот вы сказали, что я завоевал какую-то популярность, да? А до этого, например, 15 лет я не имел возможности Абсолютно никакой выступить ни разу на первом канале телевидения Это ничего Боюсь, что сейчас это тоже закончится Это ничего, потому что большинство наших зрителей тоже не имеют такой возможности Дело в том, что я из этих 15 лет, три года Занимал одну из высших государственных должностей в стране Зампред счетной палаты в ранге зампреда правительства Конечно Вот это уже другой акцент, да? Это значит вот такой мощный механизм Пресечения, доведения до людей информации И я уже об этом говорил и повторю еще раз Дело не во мне Дело в том, что в нашей 140-миллионной стране Есть огромное количество людей Сильных, ярких, способных, квалифицированных Кому есть что сказать людям Но их жесточайше отсекает цензура, которой якобы у нас нет Конечно И вы смотрите, что получается Блеснуть, простите Блеснуть на этом фоне нетрудно Потому что проблема отрицательного отбора Причем отрицательный отбор во власть Но для того, чтобы состоялся отрицательный отбор во власть Нужен еще и отрицательный отбор во властители дум Чтобы одни и те же серенькие Постоянно во всех передачах Переградили из одной дискуссии в другую И все привыкают, что ничего другого в стране нет вообще Вы знаете, я по анекдоту скажу так Давайте остановимся Иначе додеградируемся до мышей До вот этих серых мышей, которые мы кругом видим Просто дело в том, что телевидение Это является мощнейшим средством массовой информации И таким манипулятором наших мыслей и идей Вот там есть такой циничный сленг Не формат, так называемый Вот этим циничным сленгом Отрезается и русская культура И отрезается другая, иная точка зрения И иной подход к политике и экономике Вот я хотел перейти Я прошу прощения, я не ответил на вторую часть вопрос Да, извините Я сказал там два аспекта Первый аспект, еще раз Это цензура не только политическая Я подчеркиваю Вы сказали о культурной цензуре Я скажу о цензуре и моральной, и эстетической То есть Это на телеканалах Молодежь телеканалы практически и не смотрит Не потому что телевидение плохо Потому что до такого уровня довели, опустили А теперь интернет Молодежь-то свято верит, что интернет свободен А вот мы сейчас вдруг убеждаемся Вот я в блоге своем сегодня оставил Гайдпарк у меня там блог Я перевел свою колонку из литературной газеты Временно, где там цензура сработала наперед Привыкновенной кампании В Гайдпарк И вот я сегодня после дебатов с любимым по радио Оставил там запись И народ массово обращается, пишут Что нету Дебаты там Маис Шальмеевым Есть пожалуйста в сети, легко найти Всюду есть, легко Дебаты Ройзман-Шмаков Есть легко найти Там Прохоров, Ройзман хорошо выглядит Вот как они побили А наших дебатов с Ройзманом нет И люди пишут, что они размещают И затем опять вычищаются То есть наши люди, ребята молодые Которые смотрят сейчас Они думают, что телевидение в цензуре А вот интернет свободен Это для меня новое, конечно То есть если этот факт существует Посмотрите, вот мы умеем Но мы очень знаем, что команда Прохорова Она активно участвует в подчистке Покупке так называемых ботов В привлечении вот такого рода ресурсов А вы посмотрите, кому принадлежат Основные интернет-ресурсы И вдруг выясняется, что узкая группа людей Да еще и с двойным гражданством Контролируют и Рамблер, и Ленту И массу других новостных ресурсов Которые мы воспринимаем как объективные Какая-то новость всплыла в Ленте Мы думаем, что она объективно всплыла Ничего объективно не всплывает А все, что работает не на Прохоровых И компания Все, оказывается, подчищается Я к чему в этом говорю? Что свобода не дается так легко Что ребята молодые родились А тут интернет, здрасте, свобода прекрасна И там за свободу придется побороться И до свободы в интернете еще очень-очень далеко Вот это новое Ну что ж новое Ребята, всякий, кто пытался Не идти по аккуратно, деликатно Расставленным вешкам, по которым вас ведут А пойти куда-то в сторону Неизбежно сталкивается Что почему-то какие-то сайты Почему-то медленнее грузятся В Америке это лучше понимают Там демонстрация над тем проходит Почему регулируют интернет так Что то, что касается того же Там захватил Уолл-стрит Почему-то медленно грузится Вот оно вот так, к сожалению Интернет мощное оружие сейчас пропагандистское Оружие и оно не лежит бесхозно Естественно, его надо им тоже пытаться манипулировать Юрий Юрьевич, мы вот собрали Очень много вопросов к вам пришло С учетом, зная, что вы придете выступить на нашей программе Вот перейдем к вопросам Вот вопрос от Георгия Вы говорите, что в стране создан криминальный режим Вы в одной из программ своих сказали Отдаст ли он власть миром Или придется стрелять? Ну такой абсолютно конкретный, четкий вопрос Вступая в Вадим Никогда никто не знает, чем она завершится Но есть несколько принципов Первый принцип Если перевес сил достаточен То можно предложить противнику Кончай сопротивляться Отойди в сторонку, не мешай Но для этого надо, чтобы большинство Абсолютное большинство наших людей Осознало, что то, что есть для них неприемлемо И внятно могло бы сказать власти Отойди Перестань все распределять по своим кланам Перестань покрывать этот олигархат Дай возможность молодым Действительно конкурировать и созидать Создай условия, при которых мы сможем Не болтать о конкуренции А реально конкурировать При которых каждому молодому человеку Будет свобода реального творчества Но для этого надо, чтобы люди Были готовы Не поддаваться на рекламу Извините, то или иное желательно резинке Той или иной зубной пастой И точно так же не поддаваться на политическую рекламу Которая делается по тем же канонам Как пепси-кола, зубная паста Мобильный телефон и так далее То есть надо, чтобы в головах Молодых ребят произошла революция Чтобы они поняли, что их ведут По искусно расставленным Каким-то вешкам, флажкам и так далее Чтобы они захотели вырваться Из того круга, по которому их искусно ведут Как только они это осознают Будет перевес сил и власти можно будет предложить Не сопротивляйся Нас больше, большинство демократических государств Ну вот этот вопрос очень многих всех волнует Потому что этот вопрос даже Здесь он более общий А вот в каждую аудиторию приходишь И либо на телевизионном эфире Сталкиваешься с вопросом Который мучает всех ответ Что будет 5-го числа? Второй аспект проблемы важный Вот я честно Чем старше становлюсь Тем с большим Но мне уже немало 51 Чем старше становлюсь, тем с большим интересом Слушаю тех, кто еще старше Особенно вот есть такой тип Мужиков Директоров предприятий Которые по 20-30 лет Руководят коллективами Провели через все эти страшные Кризисные периоды Не то, что приватизировали чужое До них созданное А которые вели И сумели провести Не дали развалить и так далее И вот я вам всегда задаю один тот же вопрос А вот как вы оцениваете Вот если власть сменится Какой процент Тех, кто сегодня Ну, руководят чем-то Готовы будут сотрудничать с новой властью И раз сверху говорят Все, больше не воровать Перестать воровать На основе здорового конформизма Можно было воровать Воровали Нельзя воровать Перестали И знаете, что мне говорят люди? Причем ответы очень сходятся Первое Чистого саботажа Разные оценки Не больше 3-5% Второе Все один голос утверждают Что в аппарате Все попытаются Подстроиться Все, если дать шанс Если сделать нормальную мотивацию Все попытаются Искупить грехи И нормально работать А вот в руководстве И в этом тоже в основном Руководители предприятий Реального Сектора экономики едины А вот в руководстве плохо В руководстве процентов 90 Попытается встроиться Но они же говорят Что реально руководить В новых слоях Смогут только процентов 10-15 Настолько испорчен Верхний руководящий слой Другое дело Что они испорчены Настолько Что они организовать И оборону И сопротивление Это абсолютно не способны То есть когда говорят Что только 10-15% Способны Имеется ввиду До какого уровня Деградировал Верхний управленческий слой Что он не способен Ни на что В этом смысле Опасности Гражданской войны От этих 80-90% Мало на что способных Никак не проистекает Опасность проистекает От 3-5% Тех кто будет саботировать Но еще и еще раз Значит Может быть Это же тончайший вопрос Может быть Прав был Зюганов Когда говорил В 1996 году Что в такой ситуации Когда страна Расколостным Калам Нельзя было допустить Войны севера и юга Никто Это вопрос Который мы будем переживать Всю жизнь В 1996 году Это все казалось легче И никто до конца Каждый будет До смерти Угрызаться Совесть Думать Оно было так Или иначе Я здесь не готов Предъявить Ни обвинение Ни наоборот Сказать Что безусловно прав Я все время Про это думаю Я просто хочу сказать Что в той ситуации Когда расклад сил Пополам Действительно Есть угроза Гражданской войны Сегодня любые опросы В том числе По массовым радио Когда Провокационный Или как-то А вот надо Олигархов По залогам Аукционам Надо ли В них просто забрать Или оставить Пусть работают Потому что Якобы Аморально Но якобы Законно До 90% Слушателей Отвечет Конечно За брать Это не есть Реквизиция Честно Нажитого Это вернуть Украденное Государство И обществу Если кто-то Из них Оказался Хорошим Управляющим Верни И оставайся Управляющим Если это действительно Хороший Управляющий Другое дело Что я среди них Таких не знаю Среди тех Кто по залогам Аукционам Потому что Они такие Сильные Управляющие Управляющих Платят нам Дикие деньги А сами Типа управляют Понимаете Но если Есть исключение Оно всегда Может быть Молодец Хорошо управляешь Верни народное Народу Продолжай управлять Вот вы кстати Хорошо затронули Вопрос Как раз Тоже больной вопрос Коррупции В высших эшелонах Власти Вы долгое время Занимали Вы говорили Высокий пост В счетной палате Естественно Как я хвастался Вы не хвастались Вы сказали Пак Который Как раз Интересен Нашим людям Тут как раз Много вопросов На эту тему Вы человек Который Наверное Знает о воровстве Государственных денег Более как никто Какие деяния Нашей власти В этой области Запомнились Более всего Ну хорошо Может быть Какие-то дела Интересные Сейчас скажу Ваш Мой ответ Вас может удивить Главное деяние Это то Что они закрыли Счетную палату То есть Она формально существует Как закрылись Типа Вот я вам расскажу Огромное здание Она формально существует Зубовский бульвар Вы поймите Моя же ценность Не в том Что я был следователем По особо важным делам Я таким следователем Никогда не был Вся моя ориентация Деятельности Еще в первом парламенте Горбачевском Затем в Совете Федерации Была направлена на то Чтобы создавать Эффективную систему управления А каждый Кто управляет Хотя бы автомобилем Знает Чтобы хорошо управлять Автомобилем Надо хорошая обзорность Стекло Зеркала То есть В системе управления Свобода Маневренности В системе управления Главная Адекватная информация Главная Контроль Внутренний Чтобы я Как управляющий Видел что вокруг И внешний За мной Чтобы я не действовал В чужих Ваших Или еще чьих Интересах Я Был Вторым В истории Начальником Контрольного управления Президента Вот Его пришлось Ну Махарадз Для меня проработал Полгода Я не хочу говорить Про ничего плохого Но Это был период Совсем революционный Вот Он ушел через полгода И дальше Практически контрольное управление Пришлось создавать Да Я год практически работал До марта 1993 года То есть Я знаю Что такое Внутренний контроль Не наружу Не для всех граждан А в интересах Управляющего Руководителя Исполнительной власти Я работал с президентом Ельцином Непосредственно Да И позже Когда Значит Случился этот переворот Новый парламент Совет Федерации Я был одним из разработчиков Закона о счетной палате Вместе с Хачимом Мухаммедовичем Кормоковым А он был в Государственной думе С автором Этого закона Да Мы совместно Строили вот эту систему Счетная палата С нуля То есть Она в общем-то Идея тогда Принадлежала вам Идея была записана В Конституции Но идея была Уж извините До воплощения в жизнь Я поясню Идея была Худенькая Худенькая Уж извините Кастрированная Такая То есть Для контроля За исполнением бюджета Создается счетная палата Вот у вас бюджетик Такой маленький карманчик Вот здесь А вот тут еще много Всяких карманов Вся госсобственность Пенсионный фонд Внебюджетные фонды Валютные фонды Все-все-все А это не ваше Это вот вы маленький Бюджетик давайте И надо отдать должное И тогдашней Первой думе И Первому выборному Совету Федерации Вот Нам удалось Вопреки президенту Ельцину Президент Ельцин Накладывал вето На наш закон О чем мало кто знает Нам удалось Наполнить Счетную палату С одной стороны Масштабной Компетенцией Что все И природные ресурсы И деньги В банках И Центробанк С некоторыми ограничениями Но тоже И так далее И все подконтрольно А с другой стороны Наполнить процедурами Делающими ее Ненезависимой А с зависимостями Сбалансированными И публичными Потому что Если я кому-то скажу Что я независимый Независимый Не верьте мне Это значит Где-то под столом На меня вот эти воздействуют Вот эти А вы не видите Кто и как на меня воздействует И наша задача была Вывести зависимости На публику Сделать их публичными И сбалансировать Чтобы меньшинство депутатов Могло дать поручение А большинство Не могло его отменить То есть Расклад сил меняется А возможности Давать поручения Счетной палате И требовать исполнения Остаются неизменными Вот это мы все создавали Это было не министерство А 14 высших Должностных лиц Независимых Избираемых Назначаемых Коллегия Коллегиальные решения И так далее После того Как фронта парламентская В 1999 году Была уничтожена Росторжествовала Вертикаль И счетная палата Была подведена Под вертикаль То есть я правильно понимаю Когда счетная палата Начала исполнять Хорошо свои функции Начала контролировать Более-менее контролировать Исполнение Того же бюджета Начала она раньше Залогу кредитного аукциона Мы его явили и показали Я хочу подчеркнуть Что когда был уничтожен Независимый парламент Институционально Противостоящий Исполнительной власти Тогда и перестала Жить самостоятельная Счетная палата А позже она была Просто подведена И формально Под президентом То есть теперь Назначение осуществляется По предложению президента Что это означает? Когда где-нибудь На линии что-нибудь взрывается Торосы идут Льды и так далее Как это называется Потоп Президент дает поручение И счетная палата Ей проверять Как ответственно И серьезно Полный бред Потому что дело Счетная палата Не по поручению Президента проверять Как там льды И заторы А проверять Как президенты Правительства Обеспечили Чтобы там На линии В Якутии Своевременно Все было подготовлено Устроено И так далее Понимаете? Ну это Для той счетной палаты Которую мы создавали Главный под контролем Не тот Куда президент послал А по счету Сам президент Его правительство Центральный банк Но это совсем другое Вы меня спросили Что меня больше всего поразило Не то что мы выявляли И вскрывали А то Как счетную палату Вот так вот Скрутили И уничтожили Чтобы она больше Ничего не вскрывала Того что ей Не разрешат сверху То есть Стал таким Фанерным органом Я же руководил Контрольное управление Президента Контрольное управление У президента Есть Кроме Минфина У президента Есть У правительства А этот орган Не еще один дублер А внешний над ними Таковым он сегодня Не является Значит Если вам нужны Цифры Факты Я написал В 2003 году Книгу Называется Об очах меда И ложках дегтя Покупать не обязательно Она есть в сети Пиратской Кто-то выложил Я в обиде Там расписаны Вот эти самые вещи О которых и спрашиваете Скажем Как была Украдена Треть Вот вы Вам интересно Что-то принесли Ну я прошу Минку Там описана история Так главка называется Как украсть треть бюджета Звучит невероятно Как украли В 1995 году Треть Федерального бюджета Вот там в деталях Распит Целую треть Другой пример Яркий пример Это уже 2000 год Проверка Эрмитаж Которой я кстати Не имел никакого отношения Но в политических целях Было представлено так Что Булдарев там Своих политических целях Что-то раскручивает Проверка Эрмитажа Коллегия Формировала план без меня И в итоге Подводил без меня Аудитар Черноморд Покойный К сожалению Уже этим занимался Что они там выявили Они приходят в Эрмитаж Ленинградский Просят по разным отделам Предъявить 50 экспонатов Из числа тех Которые Какие-то странные записи Себа к ним будут непонятные Смотрят Им предъявляют только 3 Из 50 Начинают смотреть Там специальные технологии Она тоже в моей книге описана Значит Начинают смотреть Каким образом Там идет Переход Материальной ответственности За сохранность И выявляют И выявляют То есть такого беспредела Как был выявлен В Эрмитаже Вообще мало где Вообще был Но при этом Все дружно Эрмитаж святое Эрмитаж трогать нельзя Не воровать нельзя В Эрмитаже А трогать Эрмитаж То есть там я думаю Еще история Откроется Когда выяснится С пропажей картин Вспомнили об этом Когда воровство Вывелся Такое Частичное Частичное Потом уже все было замылено Стали всплывать картины Вы знаете историю Когда Геннадий Андреевич Дюганов Принесли Порванную картину Из Эрмитажа Она оказалась Нет не знаю Я вам расскажу Когда позвонили Снизу Сказали Вам надо кое-что передать У нас там сотрудники Спустились в метро Подходит человек В этом В одежде Со скрытым лицом Сует пакет И убегает В пакете Как оказалось Скрученная картина В четверть Она усложенная Порванная уже Это Жан-Жером Бассейн в Гареме В каком году это было? Это было В 2000 Наверное То есть после нашей проверки В 3-4 году И вот она так всплала Ее потом реставрировали Мы вызвали специалистов И она сейчас Прекрасно висит в Эрмитаже Тогда что было понятно Что еще было выявлено Представьте себе Я об этом не устаю рассказывать Потому что Это уму Просто не поддается Это описано в отчете Отчет можно найти На сайте счетной палаты До сих пор Значит представьте себе Есть договоренности Между разными государствами Берут картину Кандинского Везут куда-нибудь в Голландию С полным страхованием Без государственных гарантий Без государственных гарантий Принимающей стороны Без страховки И без промежуточных экспертиз И без промежуточных экспертиз Подлинности Потом все это возвращается В Эрмитаж Через месяц Через месяц проводится экспертиза Сразу вот много-много всего И это выявлено было По документам Нас говорят Так что вы выявили Что украли Кого посадили Мы выявили страшнее Чем просто что-то одно украли И я говорю Это означает Что значит Все Что путешествовало По такой схеме Должно быть подвергнут Теперь экспертизе Независимо от сотрудников Эрмитажа Никто этого не делал Никто уголовных дел Не возбуждал Надо понять Что Вот если мы Захотели бы Попугать наших Телезрителей Тем Что выявлялась Счетная палата Это можно посвятить Не один Десяток часов Рассказу И в общем Жить после этого Не очень захочется Еще раз Самое главное Как счетную палату Превратили в ничто И соответственно Как мы с вами Должны вернуть Счетную палату К прежнему статусу Когда это не министерство С одним большим начальником А снова 14 независимых аудиторов От разных политических партий С правом Враздующих политических партий Давать перекрестные поручения Которые то и другое Публично должны быть исполнены С публичными особыми мнениями И так далее Это то что мы должны вернуть И это в интересах всего общества А плюс к этому Конечно нужно нормальное Независимое следствие Не прокурор Который под президентом Фактически И в результате счетную палату Направляет А прокуратура не возбуждает А право создавать Независимого прокурора Независимой парламентской комиссии Про следующее действия В том числе и президента И соответственно Независимый суд Без этого разговаривать про коррупцию Можно сколько угодно Да Поэтому мы пойдем дальше У нас очень много вопросов И в рамках программы Попытаемся по максимуму Осветить Все говорят о готовности Фальсификации выбора Неужели ничего нельзя сделать Кстати вот В рамках этого вопроса У нас попала запись Очень такая интересная Как готовится фальсификация В Московской области Восьмой момент Выдача крепительных удостоверений Про которые я говорил с вами Персонально с каждым У себя в кабинете Вы помните По итогам тех выборов Так вот Согласно к лидерному плану Выдача крепительных удостоверений В территориальных избирательных комиссиях Завершилась Из 12 февраля по 3 марта Открепительные удостоверения Выдаются участковыми Избирательными комиссиями По состоянию на 16 число Избирательными комиссиями Выдано в территориальные Избирательные комиссии 90 тысяч 400 удостоверений Из которых только 16 тысяч Выдано избирательным 90 тысяч Это надо считать Что это все люди Которые должны проголосовать За Владимир Владимирович Это огромная цифра И каждый из вас должен знать Сколько у вас таких людей Получивших открепительные талоны И как-то которые должны голосовать Из резервной избирательной комиссии Московской области В территориальной избирательной комиссии Выделяет дополнительно еще 4600 удостоверений Наиболее известны при работе Подошли территориальные избирательные комиссии Павла Посадского Ногинского Случногорского Шатурского Красногорского Нарофаминского районов У Луни Олег Лазуева Жуковского Рошаль В которых Выдано на руки избирательным По-разному Но От 30 до 50 процентов Это угол Лучше чем у других Но это мало В худшую сторону По данному вопросу Отмечаю Территориальные избирательные комиссии С которыми мы должны разобраться Талдомского Щуковского Истринского Лизинского Русского районов И городов Красноармейск Васино-Петровский Фрезино Труицк Железнодорожный Звездный городок Химки Некоторые из вас Я так слышал Чего-то опасаются Вроде того Что здесь Что-то незаконное Здесь все законно Не надо ничего бояться Подкрепить на талон И по голосованию На дому Абсолютно все законно У нас В Литаре Здесь Надо поставить Задачу Тебе поручают Безданову Он отвечает За это Он должен проверять Контролировать Организовывать Выдачу Открепительных Талонов Избирательная комиссия В Ростовской области Это его работа Пусть проводит Крафик И все Его забывает Сам ездит Своих Посылает туда Проверяют Пусть Организует Это Хочу сказать Что По результатам Выдачи Избирательным Открепительных Урастверений Будет оцениваться Качество Вашей работы Уважаемые главы По голосованию Избирателей Вне избирательных Участков Все необходимы Разрешения На отчет Вы получили Все знаете До конца Следующей недели Все Открепительные Талоны Должны быть Выданы Полностью Сто процентов Пожалуйста Проконтролируйте На слово Не верьте Вызывайте Этих Председателей Тип Лучше Этих Пусть Загадывает Ключевые слова Наиболее Ответственно К этой работе Отнеслись Сидит Пахан Вот Пожалуйста Совещание Среди Своих Этих Наиболее Ответственно К этой работе Что тут Можно сказать Вот Не хочется В это верить Но не хочется Если бы Я Во всей Своей Прежней Работе В том числе В счетной Палате Не видел Ничего страшнее Значит Это Все продолжение Узурпации Власти Нанятой Начатой В 8.93 Куда ни Едется Значит Как на это Отвечать Значит Если Кто-то Способен Создать Такую Мощную Силу Которая Способна Сила Отвечать На силу Это Тяжелый Вопрос Это Бескровно Наверное Невозможно Если Наблюдателей 10 лет У вас Будут Свои Дети 15-20 Лет Они Вас Спросят А что Вы Вы же Видели Что Происходило Вы же Может быть Слышали Вот это Предположительно На губернатора И так Далее А к тому Время Если Так Все Будет Продолжаться От Страны Мало Что Может Остаться И Вот Если Молодые Ребята Студенты Они Учитесь Людьми Из Разных Регионов Страны Имеют Своё Представление О том Что Не Только В Москве А Как Живут В Других Регионах А Плюс В Некоторых Других Союзных Республиках Какой Уровень Жизни В Армении Например Армения Не хуже Нас У неё Просто Нет Полезных Скопаемых Если Нас Сейчас Допустят Дальнейшее Ослабление Вот так Почикуют На части И у Москвы Не будет Полезных Скопаемых И останется Жить На уровне Армении По уровню Просто Вот Элементарных Я правильно Понимаю Что Хороший Структурированный Уровень Наблюдателей И хорошо Отлаженная Структура Наблюдателей Поможет Хоть как-то Противостоять Такому Административному Жёсткому Беспределу Я не Технолог В этой части Раз Второе Мы же не можем Публично Сейчас проводить Штаб Законы наши Не приняли Совершенно Вы правы Я обращаю на что Внимание Вот нам совершенно Бессмыслно С вами сейчас Изображать Штаб Высковой Операции Под камеру Нам надо Говорить только О том Что ребята Сами Могут сделать Не для нас А для себя Для своих детей Я именно Аплодисменты Внимание Получится Удастся То есть Так можно Существенно Ограничить Возможность Фальсификации Какой-то Процент Фальсификации Всё равно Возможен Но мне кажется Это тот случай Когда каждый Должен сделать То что От него Зависит Значит нам Бессмыслно Ещё раз Пред ребят Набивать щёки И строить Сейчас масштабные Планы Значит Для этого Я так понимаю И у вас есть Штаб Который отдельно Не в этой комнате Где-то заседает И всё это продумывает Я кстати не член Этого штаба У нас Готовятся И по наблюдателю А я говорю о том Что могут сделать Люди для себя Будучи может быть Не сторонниками Зюгановой КПРФ Может быть сторонниками Какого угодно ещё Но просто считающие Своим долгом Что хватит Не по-честному Мне кажется Это важнее сейчас Кстати у меня есть Одна знакомая Которая долгое время Жила за границей Специально приехала Сейчас Сюда в Москву Зарегистрировалась На сайте Наблюдателей И ей выделили участок Согласно Где место прописки И она сейчас пойдёт Наблюдатель Специально приехала Здорово А я короткую реплику Кроме того Кто Будет при власти Есть принципиально важный вопрос Как он при власти оказывается Это вот Применительно к экономике Это называется Генезис капитала И то же самое И генезис власти Тот кто пришёл К власти честно У него может быть Одна мотивация Вообще много мотиваций Но с точными приходят власти Одна Тот кто пришёл К власти Воровским путём Подчёркиваю Не с какими-то там Вот нарушениями Воровским путём Как узурпат Как мошенник У него и вся дальнейшая Мотивация другая И так же как в бизнесе Тот кто украл У народа На самом деле Всерьёз ничего не вложит Лучше в баскетбольную команду Где-нибудь за рубежом В яхту куда угодно Потому что он знает Что это он всё равно Обязан будет вернуть Не нам так К следующему поколению Так же и с властью Она уже не сможет Чувствовать себя В одной лодке С народом Она будет чувствовать себя Мошенником И обманщиком Для которого самое главное Вовремя сделать ноги А с народом Будь что будет Это не касается Конкретного Трольного правительства Это касается Метода Прихода К власти Наша задача Сделать всё Для того чтобы Метод был Честный Юрий Юрьевич Вот сейчас На этой неделе Это последняя неделя И стартуют Такие На мой взгляд Настоящие дебаты На канале Россия 1 Когда Час полноценного эфира Ведущий Соловьёв И есть возможность Вы кстати Участвовали Это сейчас заканчивается Да Это сейчас заканчивается Но тем не менее Есть такая вот Отдушная И наверное Для многих это интересно Соловьёв нам с вами Мило улыбался Но больше нас с вами Там не будет Да Ну смотрите Вы участвовали в двух программах И кстати Мне звонили Что рейтинги программы Вчера Зюганов-Миронов Были достаточно высокие И вот Надо сказать Что Зюганову Вчера Противники Помогли раскрыться Это что интересно И вот что интересно Вот вопрос Потапольский Владимир Николаевич Задал вопрос Он наверное сейчас В сети присутствует Уважаемые товарищи После вчерашних дебатов Зюганов-Миронов Можно ли надеяться На поддержку Зюганов Со стороны Миронов Если будет второй тур Я немножко оговорюсь В своё время Миронов сказал Что да Я поддержу Зюганова Во втором туре Ну с какими-то оговорками Это он же нам придумал Но вчера он Такую фразу кинул Которую соответственно Все серии С массовой информации Подхватили И начали уже муссировать Он сказал Сославшись на обращение Одного из избирателей Он сказал Что якобы избиратели Говорят что мы не крепостные Нечего наши голоса передавать То есть Другими словами Он включил заднюю скорость Или как Эхо Москвы Сегодня сообщило Что Миронов заявил Что не будет поддержать Зюганова Они интерпретировали Вот эту его фразу Во всяком случае Он дал повод И возможность Запустить информацию Что не надо голосовать За Зюганова Он не может быть Единым кандидатом В случае чего Его не поддержат Я бы сказал так Вот на вчерашнем дебатах Я же специально Виде что происходит Обратился Даже друзьями Их назвал Говорю коллеги Друзья Что мы обмениваемся Шпильками На потеху власти Они все равно Подложили свои шпильки Мне кажется Честно Это мелко Мелко Значит Если ты всерьез За изменение курса В сторону более выраженной Национальной ориентации И социальной ориентации Нечего сейчас Выставлять условия Кто пройдет во второй тур Того и надо поддержать Потому что все равно Шанс Но к сожалению Миронов заявил Пока какую-то Ну с моей точки зрения Недостаточно Внятную позицию К сожалению Спасибо Еще может быть Не успеем Один вопрос Вопрос от Петра Анисимова А извините Перебью Вот что важно Миронов заявил Недостаточно Внятную позицию Но это не значит Что вы избиратели Крепостные И на его невнятность Ответят свои невнятности Вот это важно Вот это да Вот это логично Вот От Петра Анисимовича Интересный вопрос Я уже прожил на этом свете Много Знаю многих людей С детства И до солидного возраста Верите ли вы Что старый Путин Может измениться И стать новым Путином Вот Первое В мире все возможно Метеорит может сейчас Проломить крышу И у нас с вами упасть Второе Вот Мы же 12 лет мечтали О том Чтобы образно говоря Собачка перекусила по воду Я не хочу оскорбить Я говорю Что его привели Как наследника Для того Чтобы он закреплял Достижение Олигархата Россию Как тряпку Вот так Выжимать И выбрасывать Его поставили Для этого Семья Так называемая Ельцинская Мы мечтали Чтобы он перекусил поводок Мы не знали На чем его держат Я всегда говорил Что надеяться На это хочется Рассчитывать нельзя Понимаете В чем дело Если бы вопрос Поставили бы Три года назад Я бы сказал Ну давайте Посмотрим Что он сделает Но сейчас Перед очередными выборами Предвыборное Обещание Не стоит ничего Значит Тогда есть шанс Что-то изменить Ну Я менее доверчивый Может быть так Ну сейчас мы видим Уже идут ход Политехнологии Там То покушение И покушение Все что угодно То сейчас сакральные Какие-то сакральные Убийства Грохнуть уже Кого-то Товарищи Родина в опасности Если республиканцев Смеют демократы И наоборот США рухнут Если бористов Смеют консерваторы Англия рухнет Ну бред И сам метод Должен бы Вызывать Отторжение Ах Ты такими Пошлыми Методами С нами Так не получишь Вообще не голоса Но это народ Себя уважающий Давайте будем Народом Себя уважающим Спасибо Ну вот В таком формате Вот Я не знаю Мы будем собирать Отклики Будем интересоваться У нас будет работать Естественно Обратная связь На этом У нас время поджимает И мы Заканчиваем Нашу программу Надеемся Что программа Выйдет еще раз И последнее Заключительное слово Заключительное слово Наши Ребята Что бы ни было Делаем сейчас Все что от нас зависит А дальше жизнь все равно Продолжается Что не сможем сделать мы Сможете сделать вы И четвертого числа Все на избирательные участки Голосуем за Зюганова И максимально Сделаем условия При которых можно Удержать Проконтролировать Наши голоса Спасибо До свидания Я надеюсь Что в скором времени Точнее на следующей неделе Завтра Мы в прямом эфире Также встретимся В рамках этой программы До свидания Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok